Привет, это Шарий, кандидат в президенты Российской Федерации. Вы скажете, эй, Толя, ты же не гражданин России, я скажу, ну и что? Но у меня есть преимущество, я и не жил в России, вы знаете, у меня зато есть преимущество, в отличие от Алексея Навального, который также продолжает называться кандидатом в президенты Российской Федерации. Я не судим, поэтому у меня тут явное преимущество. Ну что, давайте послушаем Алексея Навального. Всем привет, в Москве, 20 часов 18 минут, в студии Алексей Навальный. Или человек, который жаждет быть арестованным, как назвал меня. Ну, удача, Алексея, кто-то как-то назвал, поэтому об этом можно рассказать. Смотрите, обо мне вспомнили. И уже Путин свое выдвижение на президентских выборах делает не только на заводе, но и на собрании волонтеров, где в основном молодежь. Все изменит. Да, Путин начал новую политику внедрять, и он начал общаться с молодежью. Почему? Передрал у Навального. Понятно. Все изменилось. Почему? Потому что они увидели, ну вот эта молодежь пошла на улице. Никогда такого не было. Никогда такого не было, как говорится, и вот опять. Мы собрались здесь сегодня в университете в связи с... Владимирович, меня зовут Тименков Сергеевич, я студент 4-го курса, фабулета управления экономики на московской площадке. Год с небольшим, да, прошел после того, как образовалась ваша ассоциация. Татянин день, особый праздник для Томска, он по праву считается городом студентов. Здесь работают 30 вузов и филиалов. Сегодня в День знаний Владимир Путин поздравил студентов Дальневосточного федерального университета. Возвращаемся к теме поездки Владимира Путина в Архангельскую область на встрече со студентами Северного Арктического федерального центра спортивной подготовки в Сочи, где встретился с представителями ассоциации студенческих спортивных... Владимир Путин приехал на неформальный молодежный форум «Селигер» в демократичных голубых джинсах. Это то, что я смог найти только навскидку. Поэтому рассказы Алексея Навального, то, что Путин передрал у него, типа, эту тактику общения с молодежью, выглядят немножко неубедительными. Лично для меня. Ну, переходим к главной части этого обращения. Я заметил, что частить он начал со сбором средств. Я вот сегодня объявляю такую операцию «Феникс» в возрождении. У нас 2 миллиона 300 тысяч ваших рублей арестовано на счету. И они считают, что, ну, вот таким образом мы ликвидировали их юрлицо, у них ничего не получится. Ничего не получится у них! Не у тех, а у этих ничего не получится. Потому что мы соберем опять эти деньги. Завтра опять заблокируют, а мы их опять соберем. Покажем им всем, на что мы способны. А потом, когда разблокируют два счета, эти деньги все равно пойдут на нужное дело. Ну, собственно говоря, для этого мы и запланировали, мы и научились собирать пожертвования здесь, на Ютьюбе. И вот я поставил планку, попросил поставить планку 2 миллиона 300 тысяч рублей. Надо больше, мне кажется, планки ставить. Что-то хватит. То 500 тысяч, потом 2 миллиона. 10 миллионов ставь. 20 миллионов ставь. Потому что, ну, борьба-то продолжается. И вот ровно столько денег, сколько они заморозили на счете, я через, наверное, несколько эфиров, конечно, это будет, я планирую собрать. Я поэтому призываю всех вас участвовать в этой самой операции «Феникс». К слову, я понимаю, что Алексей, по всей видимости, не читал, хотя он читал многие книги, к примеру, там, книгу британского посла он читал, помните, да? Вот, об этой операции хорошо написано вот в этой вот книге, книга американского автора. И операция «Феникс» — это операция против Вьетконга. Ну, она называлась, типа, операция против Вьетконга. На самом деле, мочили всех подряд, мочили мирных жителей и прибегали к пыткам такого рода, там, к примеру, там, голодание до смерти в клетке. Потом вбивали в уши, там, специальные клинья, этим занималась ЦРУ. Поэтому название не очень, Алексей. Название дурацкое. Переименуй. Какая разница, деньги же от этого останутся деньгами. Хотите нормальных выборов? Байкотируйте их, призывайте всех бойкотировать. Нормальные выборы будут, если на них никто не пойдет. Но дальше переходит к теме, опасной теме, и здесь, ну, это каминал, что ли. Пишут каждый божий день, и я вижу, что вот уже Твиттер забит этим всем, мне говорят, Алексей. Но ведь можно приходить на выборы и портить бюллетени. Отличная идея. Ты пришел на выборы, испортил бюллетень, причем написал «Навальный-2018», да? Тем самым показал свое отношение к этим выборам. И, ну, логика есть. И недействительные бюллетени, они могут понижать рейтинг Путина, потому что его процент считается от действительных, от общего количества. Поэтому как давайте придем и проголосуем, половина избирателей, представляете, приходит на выборы. Ну, это круто. Половина избирателей, потому что Алексея, он же сам рассказывает, за него миллионы. Его поддерживают миллионы, не мои слова, его слова. Миллионы, он так и говорил. И приходят эти миллионы, и вот так вот пишут «Навальный-2018». Шок будет, а? И в дружном экстазе, по вашему мощному призыву, через канал «Навальный-Лайф» приходят и портят бюллетени, рисуют на них крестики, пишут неприличные слова, или вписывают «Навальный», или рисуют рожицы. Нет, подожди. Не обязательно только через канал «Навальный-Лайф». «У тебя, у единственного создана такая сеть штабов». Ну, вот через эти сеть штабов можно запустить такой клич. Прекрасно, по-моему, не? И все. И будет меньше 50% у Путина. Давайте прикинем реалистичность этого сценария. Чтобы не быть голословным, я вам даже циферки подготовил, чтобы мы с вами закрыли этот вопрос навсегда. Давайте же посмотрим. Ну, давайте, давайте посмотрим. Он дальше показывает, каков был процент испорченных бюллетеней. Конечно же, моментально возникает вопрос, но это же не было «Навального» с его миллионами поддержки. Сколько в истории России, начиная с 96-го года, было испорченных бюллетеней на выборах? Смотрим на этот совершенно потрясающий график. Вот вы видите, вверху синяя полосочка. Ну, в общем, он долго-долго нудно рассказывает. В принципе, я мог сказать в двух словах. Никогда не превышало 1,8-1,7. Обратите внимание, вот в первом туре в 96-м году было 1% испорченных бюллетеней. 1,43. Во втором туре 1,05% испорченных бюллетеней. Подожди, тогда не было «Навального». «Навальный» тогда не шел на выборы. Тогда «Навальный» не делал никаких призывов. И в это время, кстати говоря, была еще графа против всех. Вот в 2000-м году меньше 1% испорченных бюллетеней. В 2004-м году, помните эти выборы? Какие-то чудовищные выборы были. Хакамада, Глазьев, Малышкин. Жириновский тогда не пошел. Но «Навального»-то не было с его призывом портить бюллетени. А если бы он призвал, то там бы не 1% был. Если миллионы, то процентов 70, наверное, было бы испорчено. На выборах 2008-го года испорченных бюллетеней 1,36%. На выборах 2012-го года 1,16%. Несмотря на то, что многие призывали портить бюллетени. Поэтому, друзья мои, вот давайте раз и навсегда решим. И больше не будем к этому возвращаться. Почему? Почему не будем больше к этому возвращаться? Ты показал то, что было до тебя. Сейчас у тебя миллионы. Не работает стратегия порчи бюллетеней. Не работала никогда. Я могу вас к этому призвать. Я могу убедить, наверное, через наши методы. Ну, миллион человек максимум испортить бюллетени. Тут вот я не понял. А почему ты можешь убедить миллион человек максимум? Максимум. Почему, я думаю, сильный максимум? Почему так? Если тебя поддерживают миллионы, то ты им сказал, они сделали. А если ты им сказал, они не сделали, значит, они тебя не поддерживают. Странно как-то. Но мы с вами никогда не убедим большие народные массы. Но, в конце концов, наша же задача не внутри одного процента оперировать. Наша задача... По-моему, Леша только что сказал, какой процент от тех, кто придет, его поддерживает. Мне послышалось, наверное. Один процент. А почему один процент? Наша задача убедить 30 процентов населения, 40 процентов населения в чем-то участвовать. Они не будут портить бюллетени. Стоп. Хорошо. Ты можешь убедить их не прийти на выборы. Но ты не можешь убедить их испортить бюллетени. Почему? Какая-то загадка. Портить бюллетени. Если уже пришел на выборы, они относятся к этой бумажке, к этому бюллетеню как некой ценностью. И человеку кажется глупым его портить. Подожди. Кто они? Твои избиратели потенциальные? Нет. Нет. Я думаю, они относятся к этой бумажке, как к бумажке, на которой надо написать «Навальный 2018» или «В топ», вот так, через все. «В топ», к примеру. Я не верю в то, что ты не можешь убедить даже миллион людей. Можешь, что ли? А почему ты говоришь один процент? Алексей, ну реально, камин аут, что ли? Ну то есть это какой-то бред. Прийти на выборы для того, чтобы его зачем-то испортить. Это не работает нигде. Не сработает никогда. И давайте закроем тему с испорченными бюллетенями «не получается». Почему не получается? Не получалось. Потому что там одни лоси баллотировались. А сейчас, когда такой добрый молодец призовет, и если у него миллионы поддержки, то они как раз таки придут и испортят. И это будет очень круто и показательно. Нет? Конечно, было бы красиво. Если бы сказать, давайте портить бюллетени, и действительно там можно было бы получить большие проценты. Так у тебя это так и получится. Тебя же поддерживают большие проценты. И было бы красиво. Он подтверждает, было бы красиво. Но никто этого делать не будет, кроме какого-то ядра активистов, которые я смогу убедить. Ага. То есть, миллионы людей убедить не идти на выборы, ты убедить можешь. А убедить их прийти на выборы, но испортить бюллетень, причем испортить не обязательно, что там что-то, просто там каляки-маляки. Ты не можешь. Только ядро активистов. Странно, какое-то подозрение закрадывается у меня. Люди так делать не будут. Мы получим снова вот этот вот один процент испорченных бюллетеней. То есть, тебя поддерживает один процент, Алексей? Будет один процент испорченных бюллетеней, нам скажут. Ого, посмотрите, оппозиция. Вот они получили. Вот их проценты. Те, кто голосовали, Явлинский, Собчак, Читов по одному проценту. И испорченных бюллетеней один процент. Все, это их потолок. Поэтому не нужно этого делать. Вот здесь вот, в принципе, раскрыто все. Я думаю, что Алексей подумал, прежде чем сказать, ну хотя, шучу, прежде чем сказать вот то, что он сказал. Один процент будет. Это значит, что один процент отзовется на его призыв. Это значит, что один процент не пойдет на выборы. Ну, логично. Поэтому вот так вот. Давайте, пожалуйста, больше не будем обсуждать порчу бюллетеней. Смотрю наши вопросы. И тогда вдруг я понял. Я понял абсолютно отчетливо, что он делает, призывая не идти на выборы, бойкотировать выборы. Он делает следующее. Он хочет украсть голоса. Те голоса тех людей, которые просто забьют на выборы. Вне зависимости от Навального. Что будет? Явка составляет 60%. Навальный говорит, 40% поддерживают меня. Они откликнулись на мой призыв. Это старый детский развод. Когда ты смотришь в окно и видишь мужиков, которые ремонтируют проезжую часть. И ты подзываешь друга и говоришь, я усилием мысли приказываю ему сейчас долбить асфальт. И мужик берет и долбит асфальт. Если на выборы придет 70% Навальный все равно в плюсе. Он говорит, 30%. Вот видите, они не пошли. Это потому что я им сказал. Нет. Если бы ты им сказал сделать что-то конкретное, к примеру, испортить бюллетень. Тогда бы это было наглядным. А сейчас вот это вот. Это попытка подогнать решение задачки под ответ. Хитрый какой. Ой, как муха. Ну ладно, а теперь я покажу, чем на самом деле должны заниматься серьезные политики и кандидаты в президенты. Рэп от Навального. Я думаю, что я ему это в плюс, наоборот. Навальный! Топчик! Привет, это Навальный, а вы живете в Магадане. И именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Магнитогорске. И именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Саратове, и именно к вам я обращаюсь, а вы живете в Воронеже, а вы живете в Старом Осколе, а вы живете в Нижнем Новгороде, а вы живете в Саранске, а вы живете в прекрасном Санкт-Петербурге. Привет, это Навальный, а вы живете в Тольятти, привет, это Навальный, а вы живете в Новосибирске, и именно к вам я обращаюсь, 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 и именно к вам я обращаюсь. Я обращаюсь, и именно к вам я обращаюсь, и именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Чайковске. Привет, это Навальный, а вы живете в Омске. И именно к вам я обращаюсь, и именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Аркангельске. И именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Твери. И именно к вам я обращаюсь. Привет, это Навальный, а вы живете в Якутске. Субтитры сделал DimaTorzok